Девушки отдыхают В моторах Renault 1.4 и Renault 2.0 все будет как бы аналогично Все примерно стоит в тех же самых местах, что и у нас Машина в нашем случае Renault Scenic второго поколения Значит, это дроссельная заслонка Она управляет потоком воздуха, подачей воздуха в двигатель А также регулирует холостой ход здесь Датчика холостого хода, точнее шагового моторчика холостого хода здесь нет Это ЭБУ, электронный блок управления В разных машинах он находится в разных местах Но в Scenic втором поколении находится за аккумулятором Он управляет всей работой двигателя По нашим датчикам, по показаниям наших датчиков Это датчик температуры входящего воздуха На задней части находится, вот он Покажу Это датчик давления, датчик разряжения в коллекторе, впускном Ну, понятно, катушки зажигания Которые находятся на свечах Высоковольтных проводов нет Это является большим плюсом Так как нет потерь электричества в проводах Ну и вообще, как бы, схемы проще Вот это вот На передней части двигателя датчик детонации Датчик температуры Один находится на двигателе И один на радиаторе Во многих машинах датчик температуры бывает один Только на двигателе Ну, тут видны форсунки Разъем форсунок Одно из форсунок Вот там маховик наш находится И, ну, его отсюда не видно Но там в той части находится датчик положения маховика А вот эта вот загадочная штучка Это клапан абсорбера То есть абсорбер это такая фигня Которая служит для того, чтобы пары топлива Из бензобака догорали в двигателе В определенные моменты работы Клапан абсорбера открывается При определенных оборотах И пары топлива из бака Из абсорбера поступают в наш двигатель По шлангу вот этому И там догорают Клапан абсорбера Ну, коротко еще по конкретно сценнику Это блок силовых предохранителей Корпус воздушного фильтра Здесь находится воздушный фильтр Чтобы поменять воздушный фильтр Необходимо снимать вот эту крышку На именно сценнике втором Ну, как бы тут ничего сложного нет Она держится на нескольких болтах Ну, об этом будет еще отдельное видео Вон тот датчик внизу Это датчик давления масла Ну, как бы все, ребята Основные датчики рассмотрели Их расположение Что хочу сказать по проверке Проверяются большинство датчиков Простым измерением сопротивления Тестером Вот такой вот обычный тестер берется Выставляете его в режим Измерения сопротивления Необходимый вам диапазон Ну, например, чтобы проверить клапан Фазорегулятора Вот здесь у нас Снимаем этот штекер Можно выкрутить клапан Он держится одним болтиком Вот этим Можно Ну, конечно, лучше выкрутить Так будет удобнее В общем, ставите Вот на вот эти вот Пупсики металлические Тестер Щупы тестера И смотрите сопротивление Ну, то же самое Аналогично с датчиком температуры Ну, и с большинством других Параметры для каждой машины Для всех марок машин В принципе, все есть в интернете Спасибо за внимание Если есть какие-то вопросы Пишите в комментариях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok